снова здравствуйте ну вот собственно говоря во что превращается мой стол и немножко даже так вот повернул в случае если сначала на таможне долго долго висела а потом вдруг отвисла так вот видно да безумное количество всего поэтому я думаю наверное сделаю следующим образом я сейчас все это дело со стола уберу и по одной посылочке мы это на стол будем выкладывать но это будет наверное правильно опять же да здесь есть некоторое количество телефонов которые уже прошли полноценный обзор поэтому они не будут много времени занимать они просто появятся на экране в углу стола и не более того по один c72 золото блэкви опять белый блэкви есть 7 голубой блэкви есть 7 голубой блэкви а8 золото блэкви а8 золото ну я думаю таким вот быстреньким макаром телефон у нас закончились можно их убрать в сторону пускай они нам не мешаются так а теперь давайте наверное начнем скрывать все остальное этого всего остального ну очень много очень много чего интересного я прям вот даже не знаю с чего начать руки у меня прям вот и глаза разбегаются руки боятся видимо делать надо так ну давайте я вас заинтригую ну для начала напомню снова с вами я михаил канал картовый блогер ну а далее интрига ну вот как так то блин ну ребят ну не должно это так рваться но она провалось никак не могу определиться с часами какие часы я хочу держать в наличии какие будут регулярными товарами у меня вот например достаточно интересная модель у 520 внешне очень интересное качество включать тестить не буду по той причине то что но они достойны отдельного обзора могу сказать то что он гораздо веселее они по качеству чем могу 50 ждем отдельный обзор где вы сможете полноценно посмотреть что они себя представлены ну и так же да ребят мне эти часы ни к чему вы их можете купить по цене алиэкспресс плюс отправка почты россии отправка почты россии это 300 рублей ну вот это вообще никуда не годится то есть вот тут так быть совсем точно не должно это вот в корне неправильно то есть вот взять ушатать просто в хлам ну такую вещь упаковать пупырку были вроде жив да значит здесь находится совсем интересные часы интересно они чем называются они куб 730 и в отличие от всех детских часов которые работают но не буду я мартышку перебивать как можно перебивать мартыш а в отличие от всех детских часов которые работают в сетях 2g и например в москве использовать теле 2 не получится эти часы поддерживают 3g и что немаловажно у них есть еще такая вещь как камера то есть помимо того что вы можете сделать запрос на обратный звонок с этих часов и они вам перезвонят вы сможете послушать что происходит вокруг вашего ребенка ведь как у них еще крепление интересное достаточно опыньки опыньки наделись вот помимо прочего вы можете еще и использовать камеру видимо еще и скрытно это можно будет делать то есть ребенок так вот направит камеру куда надо и может вам судя по всему звонить и вот вы его будете видеть насколько это соответствует действительности но мы сможем узнать попозже когда я доберусь до полноценного теста судя по всему это спанчбоб нет квадратные штаны большой вопрос он это или нет но не суть а протестировать них очень интересно нужно упаковку мы внимание не будем обращать хотя ну блин так в корне быть не должно причем какие-то из этих часов неизвестно где валялись и я даже с продавца денежку вернул по спорам по каким не скажу да и неважно подписывайтесь на канал скоро будет полноценный обзор на обе эти модели на предыдущие не на предыдущие да до этого я делал обзор на купить десятый к 90 посмотрите вполне возможно они вас устроят либо дождитесь нового обзора на вот эти часы возможно они станут регулярными товарами не знаю с часами пока не определился телефона до часы под вопрос и едем дальше такие вот наушники с микрофоном микрофон и какая тут еще видите переключалочка есть не знаю что переключалочка дает ну так вот сходу сказать про них что-либо более предметное сложно насколько там удобно на ухе держится или нет я сейчас смотреть не буду смысла нет никакого интересно ссылка в описании есть помимо прочего есть группа вконтакте заходите туда да скоро там появится отзыв о этих наушниках вы сможете его прочесть и узнать являются ли они на самом деле профессиональными наушниками или так замануха едем дальше очень хорошо что они пришли у меня как раз человечек вместе с телефоном их просил ему отправить да это держатель на вентиляцию здесь вот прорезинено все хорошо и вот он вставляется вентиляционную решетку его можно крутить да как угодно крайне удобно когда вы пользуетесь автомобилем особенно если у вас есть блютуз гарнитура единственное не забывайте вентиляцию выключать чтобы телефон не перегревался это было не столь интересно поэтому едем дальше посмотрим чего у нас не было на наших распаковках а вот давайте например а значит что это такое о все до безобразия просто включается вот таким вот образом давайте посмотрим все ли они одного цвета да судя по всему они все одного цвета это светлячки которые надо вставить в воздушный шарик перед тем как его надуть а вы вставляете воздушный шарик включаете и ваш воздушный шарик ну гораздо симпатичнее начинает смотреться на каком-то там детском празднике вещь достаточно простая стоит ну очень недорого ребенок будет доволен что еще надо намечается у вас у ребятенка день рождения с шариками ну запаситесь чуть заранее делаете вы наоборот какие-то там праздники кому-то что-то но опять же запаситесь заранее да в принципе можно ну как-то еще там по-разному использовать их судя по всему ну светлячок маленький нет не герметичный но все-таки маленький светлячок как использовать можно придумать кучу вариантов есть разные цвета я вот заказал именно такие едем дальше итак что это такое это песочные часы на которых видите нарисованы улыбающиеся зубики для чего они нужны ну мы прекрасно знаем то что зубы нужно чистить определенное количество времени чтобы это имело смысл и приучить к этому ребенку достаточно проблематично он будет как-то нехотя все это дело делать да поэтому есть вот такие часы и можно как игру с ребенком сделать да то что пока они не тикают а сыпется да это время ребенок должен чистить зубы насколько помню две минуты в них заложено насколько это точно пожадничал или нет китаец песка или насыпал наоборот больше надо сделать замеры я не думаю то что это надо делать в рамках данной распаковке поэтому но будет что заходите в группу вконтакте отдельно специально замерю насколько времени это уходит запаха нету ничего не люфтит все безопасно пластик вот там оставлю отзыв сколько времени ну и так далее и тому подобное секундомером специально замерить чтобы точность до а знать насколько хороша давайте дальше с одной стороны просто термометр просто электронный а плюс какой у нее видите гнущиеся вот эту вот часть и позиционируется как детский и нужно для того чтобы ну ты ребенка не травмировать пищать будешь когда закончится или нет давайте померю свою температуру считает что я 35 и 6 имею температуру а поэтому да ну более предметно его надо будет потестить я наверно тоже говорил ну заходите в группу вконтакте и смотрите отзыв о этом термометр после того как вот его уже более полноценно получится потестить есть у меня подозрение что 2 упаковки то же самое прячется достаточно интересная посылка а по внешнему виду ну больно похоже на одноразовые бахилы ну там пару-тройку раз не более того а для чего они нужны ну вот итальянцы например да они замшу обувь не берут она не практичат у нас замшу обувь там нет нет любят поносить да помимо прочего у нас ну там реагенты могут быть всякие и так далее и тому подобное вот если мы выходим вдруг на улицу ну нежданно не ганнано писец полнейший ну там дождь пошел там что-то еще обувь дорогая убить не хотим все да надеваем вот такие бахилы да на какое-то количество времени их хватит на обувь вашу они спасут а стоят они там в пределах по моему 100 рублей вот но учитывая то что может стоить гораздо ты чувству и добывают места куда надо прийти в хорошей нормальной чистой обуви показать что ты культурный человек да они там грязный какой-то весь как ужас размер на боссу ногу 46 точно налезет не на боссу надо будет посмотреть давайте сейчас достану еще вторые которые у меня вроде подписаны как бахилы посмотрим они это или нет совершенно совершенно другое дело а подошвы видите разную имеет рисочку рисунок цвета у них тоже есть разные запах небольшой есть но не страшно это какое-то количество пешочком времени это осилится и самое главное то что здесь есть то чего не было в тех это вот такая вот это липучкой опоясывается нога вот так вот цепляется на ней есть надпись и для чего она нужна чтобы на это лучше сидела и чтобы прохожие не подумали то что вы надели пакет супермаркет себе на ботинке надо будет провести тест ну как минимум обуть их до в обуви фотографировать и сделать полноценный отзыв о них угадайте где он будет размещен кто из вас сказал в группе вконтакте молодец ты угадал они действительно будут размещены как отзыв в группе вконтакте так что у нас еще осталось давайте посмотрим коробка в хлам как подарок даже не думайте так а если сделать вот так 5 сек сейчас свет потушу вам ничего не видно не беда мы включаем ночничок ух ты ух ты он цвета меняет он меняет цвета а для чего ты меняешь цвета тебя покрутить повертеть надо потрясти может быть или сам по себе ну вы знаете по моему вполне запаха никакого нету красненький желтенький пойду свет обратно включать по мне так вполне полезная вещь которая работает на каких-то там вот батареечках как это называется как таблеточки ну очень полезно особенно если ребенок темноты боится и не хочет спать такой вот ежик ни головы ни ножик так давайте дальше достаточно дорогое удовольствие ну кстати зато название имеет вот а это как ты я что-то не понимаю что ли как ты втыкаться будешь или она сдвигается или она сдвигается не совсем могу понять вот что это такое это тестер и его задача какая вы берете адаптер ну то бишь зарядное устройство в этот адаптер вы вставляете тестер а сам уже тестер вы вставляете ну как правило кабель и втыкаете его в устройство которое ставится на зарядку он показывает в режиме реального времени какая сколько вольт сколько ампер потребляет ваше устройство да то есть вы можете понять насколько соответствует адаптер заявленному да то есть он там заявлен 2 ампера посмотрите а да 2 дает или не дает а также он замеряет как долго была зарядка и сколько в итоге влезло то есть вы берете там например свой телефон в 0 разрядили воткнули утром смоете да этим зарядным устройством этим кабелем и этот телефон заряжался там столько-то часов и влезло в него столько-то миллиампер часов причем здесь заявлено что он разбирается было заявлено что он разбирается в том числе и в видите от 3 до 30 вольт и от 0 до 5,1 ампер да то есть в быстрой зарядке он тоже должен разбираться и вещь крайне полезна то есть вы сможете выяснить какие кабеля у вас плохие либо зарядки какие плохие выкинуть их в фене и пользоваться нормальными хорошими едем дальше знаете я думаю вот это ночник и часы да уйдут в раздел для детей там так же как вот эта вот часть а там достаточно много чего интересного непосредственно детишкам поэтому если у вас есть дети и вы хотите им что-то купить посетите раздел этот раздел канала посмотрите распаковки товаров для детей может быть там что-то полезное есть так ну пахнуть не пахнет одна видите загнулась давайте поймем как он работает бумажку выкинул там инструкции не было нет там никакой инструкции не было мы его открываем блин сюда надо вставлять батарейки а ну что же это такое то ну вот как же вот быть то придется идти за батарейками сейчас вернусь никуда не уходи что-то опять поет так ну вот тут такая вот получилась мина блин ребят рак ну я понял то есть если вы решили чтоб что прям вот крайне необходимо вашего ребенка сделать заикань Не знаю, зачем вам это надо В общем, в целом, вещь-то прикольная Вот эти, наверное, должны были бы быть помягче Они вот такие Что точно Запаха нету Но перед тем, как это давать ребенку Я думаю, лучше издалека попробовать Чтобы не нанести ему непоправимую психологическую травму Реально может очень сильно испугаться Такая вот вещь страшноватая Поэтому с осторожностью к этому С осторожностью Так, что у нас там было вместе с ним? Я думаю, так как это мина Лучше бы она делала Ну вот они записали какую-то песню Ну да и ладно А вместе с ней у нас была вот такая вот Такой вот Вот такой вот конструктор Мягкий Это хорошо То есть, когда вы на него наступите, это, возможно, будет не так больно. Я представляю, сейчас лего начнут валяться, это будет вообще ужас. Вот, полнейший ужас. Значит, смотрите, дверка открывается в одну только сторону. Запах никакого криминального я не чувствую. И, собственно говоря, судя по картинке, ну, видите, можно прям вот очень много-много-много-много разных вариантов собирать. Здесь ребенок сам разберется, то есть, есть кирпичные стены. Я думал, может, полы с этого можно сделать. Нет, это все-таки стены. Вот, вариантов куча, но заказывать лучше, наверное, сразу несколько, потому что один как-то маловато. Учитывая, что стоит недорого, а что нет, пускай вроде как развивает все это дело ребенка и крайне полезно. Есть разные цвета, одну стену зеленый, другую желтый, белый. Вот, в общем, вот такая вот новая, 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 новая часть моего раздела. Да не часть моего раздела, а новый товар в разделе товара для детей. Так, давайте посмотрим что-нибудь взрослое. Вот теперь я еще знаю, как выглядит желтая колоночка. Была она у меня на обзоре, брал я ее по программе бесплатный посредник. И настолько хорошо она мне понравилась, что я заказал еще две уже для себя. А одна для меня, вторая для ребенка. Ребенок тоже говорит, хочу такую колонку. Вот прям, папа, жить без нее не могу. Да не вопрос. Вот заказал, они пришли. А плюс какой? Она как минимум влага непроницаема, а то и влага все-таки. То есть, если у нас будет идти дождь, вот видите, тут скос. И такие маленькие вот они, щелки, то что не намокнет она, значит. Да, здесь все закрыто, все хорошо, все серьезно. То есть, снизу есть резьба, да, можете прикрутить на велосипед и так далее и тому подобное. Орет, ну, блин, шикарно орет, да. То есть, прям вот громкость абсолютно на уровне. В принципе, если хотите, теперь эта колонка у меня есть. Там вот очень интересно. Ну, запросите отдельно видео, я про эту колонку сниму. Ну, только там уточните, что вы хотите в тестах видеть. Ребенок прям все ходит, говорит, папка, ты распаковал мою колонку? Я говорю, нет, сынок, папка, распакуй мою колонку. Я говорю, ну, блин, вот подожди там, сейчас соберу чего-то в кучу. Пораспаковывай. Вот я распаковал, отдам, ребенок будет рад. А мы едем дальше. Сегодня прям вот такой экспресс-распакователь. Опять нам нужны батарейки. В этот раз мизинчиковые тряшки. Сейчас вернусь. Вообще, такая вещь в обязательном порядке должна быть в доме. Потому что вот, не знаю, такая, либо там что-то получше. Но быть она должна. Вот тут нарисовано, как все это дело должно выглядеть. Интересно, у меня руку передавить хочет или как? Как слишком высоко он поднял. Нет, ребят, ну, в 7 из ударов я верю, конечно. Но вот 250 на 195. По-моему, это что-то как-то. Давайте еще раз. Как там это надо разместить-то? Ну, уже больше похоже на правду. Смотрите, вот однозначно, что скажу по данному тонометру. Есть память. То есть, вы можете посмотреть, как у вас там в течение какого-то времени менялось давление. Есть... Не открывается, да? А есть второй плюс, да? Не надо... Ну, знаете, вот у меня сейчас полноценный хороший есть тонометр. У него трубка идет. Ребенок там вечно эмиграция что-то там начинает. Но вот это гораздо более компактно. Это плюс. Это однозначно плюс. А не надо все вот это дело закатывать высоко рукав. Ну, гораздо проще, да? Там, пук, замерил чин-чинарем получи. Опять же, плюс. Да, самый главный вопрос, это его точность. Но для того, чтобы ответить вам на этот вопрос, я подозреваю, его нужно потестить. Причем потестить одновременно с хорошим проверенным тонометром, который был куплен, да? Ну, там, совершенно с другие деньги в аптеке. Там какой-то японский что-то такое. Да, я посравниваю, потестирую. Определюсь, как вот там правильно его надевать надо. Но, насколько я понял, все-таки вот как раз вот так вот она одевается. И угадайте, где будет выложен отзыв? Правильно, в группе ВКонтакте. Подписывайтесь, оставляйте там свои отзывы. Можете увидеть там меня. В друзья ко мне ломиться не надо. Я вообще не понимаю, зачем я вам в друзьях нужен. Дойдет время, оставлю отзыв. Будет он уже полноценный, как чего к чему. Пока не торопитесь покупать. Через какое-то время, я думаю, выложить смогу. Так, давайте дальше. Так, а дальше, вы знаете, тут самое интересное, что у меня... Хотя, наверное, вот так вот. Давайте быстренько сделаем. Да не буду я, наверное, даже так делать. Я вас немножко за... Интригую. Видите, вот я впервые вижу такую упаковку. Да, здесь написано. Если вы увидели надпись void, или данная этикетка порвана, пожалуйста, не получайте посылку. А в каком случае надпись void появиться, должна мне интересно. Ладно, чуть попозже мы ее замучим, чтобы эта надпись void появилась. И распечатаем данную посылку. А здесь свежий телефон, который у меня на обзоре никогда не был. Помашка не нитка какая-то красная, да? Вот, который у меня на обзоре не был. Я думаю, я его сразу распакую, сделаю на него полноценный обзор и выложу. Тем более телефона таких у меня пришло два. А пока, я думаю, давайте сделаем следующим образом. Двухсоставная броня для телефона. В принципе, есть на абсолютно разные модели. В нашем случае это на Asus Zenfone Max, зацепь 550KL. А плюс какой? Вот эта часть мягкая, она одевается в первую очередь, это жесткая. И есть подставочка для телефона. Вы знаете, я, наверное, даже попробую положить ссылку на продавца, у которого такие вещи есть, чтобы вы могли подобрать. А в принципе, практически на любую модель присутствует. Фух, куда я его швырнул? Швырнул к пакетам. Зачем я его к пакетам швырнул? И опять же, на старичка Макса пришли стеклышки. Причем стеклышки те же самые айрвиловские, что я брал всегда. Но после того, как продавец поменял розничную упаковку, то есть у него была, помните, с китайскими палочками они приходили. Теперь они приходят вот в таком виде. Я подумал и решил, что там 160, если не ошибаюсь, рублей за стеклышко в такой упаковке. Это неправильно, так быть не должно. На какой-то телефон вообще стекло, не знаете? Ой, блин. Вот его минус, да, он не подписывает. То есть если вы заказываете на какую-то конкретную модель, вам в этом отношении проще. Я заказываю на разные телефоны, на разные модели, и поэтому мне вот проблематично, когда так приходит. То есть вот это вот стекло точно на Asus Zenfone Max. Мне чем оно нравится, то что у него правильное количество вырезов. Здесь три выреза, как и полагается. А это я выясню сейчас под что. Плюс в чем? Порядка 200 рублей три стекла. Ну, это же шикарная цена, согласитесь, да? То есть если вы клеите, наклеили неправильно, криво, выкинули, достали второе. По 70 рублей за стекло. Ну, совсем смешно. Абсолютно не цена. Значит, буду сейчас разбираться, что к чему. подготавливать все это дело к обзору на свежие телефоны. Проверю, насколько ребенок этого испугается. Вы знаете, это даже и собаки, наверное, не, хотя собаки, она... Как это произошло-то? А так сейчас нажимал, и она срабатывала. Вот, собак, наверное, в хлам ее быстренько превратит. Вот кошака попугать, наверное, можно. Вот такой вот минный. Так, надо все дело со стола разгребать, готовиться, продолжать. Еще раз, да? Понравилось видео? Поставь лайк, сделай репост, подпишись на канал. Заинтересовала более предметная, да, там, про какую-либо из предметов в этой распаковке, либо в другой? Группа ВКонтакте, подпишись, оставь отзыв о чем-то своем. Периодически там проходят конкурсы разные, разнообразные, не всегда на него, правда, на эту группу хватает времени, но все-таки стараюсь там периодически что-нибудь устраивать. Заходи, там будут отзывы на вот те товары, которые у меня на распаковках появляются. Ну и до скорых встреч, всем всего, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok